Врач-инструктор 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 Мысли о его создании были давно Просто было неподходящее время Не хватало усилия Люди были заняты Это делается волонтерами и активистами Это не профессиональная деятельность Это свободное от работы время Люди подключаются Чтобы обеспечить жизнедеятельность Активность направлена Прежде всего на создание условий точки в Одессе, где патриотические силы могли бы кристаллизироваться и заниматься вопросами различными, которые мы поставили перед собой. Это военно-патриотическое воспитание молодежи, это дошкольный возраст, это допризывники, это какие-то элементы боевой подготовки гражданского населения в случае для того, чтобы сформировать правильное народное получение в Одессе в случае необходимости мы можем на них положиться. Потому что эта инфраструктура в последние десятилетия она была разрушена абсолютно. То есть речь идет о такой молодежной, патриотической самообороне, как я это понимаю. Ну может нет, не совсем? Не совсем самооборона, потому что там инициативы различные и волонтерские, и даже помощь армии, там тоже какие-то элементы решаются, скаутское движение. Вот, скауты. Я хотел провести параллель с пастунами, которые, да? Да, совершенно верно. То есть это как бы подструктура или что-то похожее просто аналог пастунского движения? Да, на Западной Украине достаточно мощное развитие получили такие форматы. А у нас в Одесской области, ну я знал, казацкие движения разные были. Но сейчас именно вот в условиях, когда страна находится в состоянии войны, де-факто, мы разговаривали с военными, какие проблемы. То есть я практически знаю, техника есть, оружие есть, нету квалифицированного персонала. Речь сначала шла о узком таком. То есть это структура, база, на которой решаются даже вопросы военные, грубо говоря, которые Министерство обороны ставит перед населением. Это подготовка гражданского населения по дефицитным армейским специальностям. Мы промониторили ситуацию, вот вернулась с ротации с спецбатальон МВД «Шторм». Да, и дефицит в чем? Каких? Смотрите, бойцы, там сотрудники правоохранительных органов, по сути это милицейское подразделение, спецбатальон МВД, они не умеют обращаться с противотанками, средствами, они ни разу не запускали в туры. Даже на макетах их никто этому не обучал. Конечно, другая специфика. Трофейную технику, которую в результате боя они получили, это БМД российская. А вождение никто не обучил. Слава Богу, нашли какого-то тракториста, который завел... Сориентировался, да, с экспромтом. И отвел эту технику в расположение. И один из приоритетов, это все-таки направление медицинское, медицинского образования, медицинских, практических навыков. Давайте к врачу немножко, да? Давайте, да. Сейчас тогда к вам, Дмитрий. Собственно, какие используются программы обучения, и чему именно обучают в этом лагере? Смотрите, значит, ну мы все прекрасно понимаем, что за 2-3 раза, да, квалифицированного медика мы сделать не можем. Люди 6 лет учатся, да, я учился там 3 года и прочее, прочее. Но в жизни есть такая особенность ситуаций, да, экстренных ситуаций, военных ситуаций. Значит, первые 10 минут человек, находясь на поле боя, находится сам на себя. Он и все. Значит, это состояние самопомощи. Если человек не готов к этой самопомощи, то все это обилие, любой, самое качественное, там, европейское, американское, какое угодно медицинное, совершенно бесполезно, понимаете? Он просто не знает, как это все применить к себе. Ну, надо понимать правильно, что при ранениях, например, магистральных сосудов у человека крупных, есть от 1,5 до 3 минут для того, чтобы сохранить в себе жизнь. Иначе кровь, да. Для того, чтобы усилия остальных к чему-то были приложены, понимаете? То есть, вот это вот первая начальная точка. Поэтому основной посыл, значит, основное, что мы делаем, это готовим всех подряд, всех, не отказывая никому, там, не ставя каких-то препон, да, не отбирая людей. Всех подряд готовим вот к этой первой самопомощи. То есть, человек должен уметь и знать, правильно делать 4-5 простых вещей. И должен их не просто делать правильно, там, несложно все это запомнить, а еще и делать в их экстремальной ситуации. То есть, тогда, когда тебе, когда человек склонен впасть в панику. Да, конечно. Шок, болевой шок, психологический шок. То есть, это должно быть заучено, зазубрено. До автоматизма отработано. До автоматизма, да. Значит, я не питаю иллюзией, конечно, не все люди, не все люди, даже заучив до автоматизма, не растеряются. Но если в результате такой деятельности, да, наши знания будут, то, что мы им преподаем, будет иметь, пригодится хотя бы половине, но я буду считать, что мы выполним свою задачу. Мы вернемся к подробностям медицинской подготовки и вообще к программам, о них еще не успели сказать. А вот о самом центре несколько слов. Почему именно это место на пятой фонтана было выбрано? Что вот стало предметом, да, выбора? Территория института сухопутных войск в прошлом. Там и осталась инфраструктура, разрушенное училище, то есть специализированное военное заведение. Площадь. Почему там? Во-первых, это брошенная была пустынная площадь, мы ее согласовали. То есть она была не затребована никем, да, просто сама? Совершенно верно. Брошенная пустынная и, кроме этого, она находится в центре Одессы, очень легко добраться туда. Мы не применяем там никаких пиротехников и так далее, не беспокоим окрестных жителей, тяжелую технику туда не загоняем. То есть там действительно есть достаточно большая площадь, где можно загнать туда. У нас есть БРДМ на вооружении, который мы используем тоже в учебных целях. У нас есть БТР один, но мы еще его решаем, судьбу загонять его сюда или нет. Потому что он используется в Чабанке на автодроме для занятий с личным составом по вождению колесной бронетехники. Удачное место. Были сначала недоразумения у нас с гарнизоном, которые там, ну там бюрократические повлочки, но мы их все, в общем-то, нашли понимание и поддержку со стороны Министерства обороны, поэтому из командования гарнизона, то они очевидные только плюсы от нашего присутствия получают, потому что мы проводим совместное патрулирование этой площади, территории. Ну понятно, все-таки она используется под благие цели, под другие дела, и это уже плюс. И тем не менее, в одном из документов, которые предполагает организация этого лагеря, я прочел, что оружие обязательно используется, и в учебных целях, учебное оружие, но при этом оно как-то обезопасено, вот в том смысле, что... Демилитаризировано. Вот, хорошее слово, демилитаризировано. Что это значит? Бойки сточены на... Нет, это официально оружие приобретается, есть как учебное оружие, оно выводится из боевого состояния таким образом, что невозможна его переделка или быстрое, скажем, кустарное восстановление его боевых качеств. То есть там заварены стволы, разрушены... А, то есть оно не стреляется, просто его можно разбирать, учиться, да, собирать? Совершенно верно. Вес оружия, его внешний вид и разборка-сборка соответствуют боевому, поэтому очень удобно заниматься. Вес должен соответствовать боевому оружию, потому что ты выполняешь элементы, носишь его, привыкаешь на плече, различные, там, занимаешь боевые позиции, скажем, с тем оружием, изготовку к стрельбе, оно должно соответствовать боевым аналогам. Поскольку медицинское направление является основополагающим в этом лагере, какие программы используются при подготовке, ребят? Ну, смотрите, программ немного. Первое, вот то, что я сказал, это первичная подготовка каждого человека, оказавшегося в экстремальной ситуации. Ну, в принципе, это как бы всем полезно, тем более, если в стране, да, совершенно верно, идет война. Будем называть вещи своими именами. Вторая часть, вторая часть, это несколько более расширено, это подготовка парамедиков. Что такое парамедик? Парамедик — это тот самый человек, который вас спасает. То есть, когда вы не способны двигаться, да, там, хранение не дает вам возможности передвигаться по полю боя, то он должен вам оказать первичную помощь уже после того, как вы себе, да, немножечко помогли. На нем лежит забота, он ваш ангел-хранитель, он вас должен довести до безопасного места. То есть транспортировка. Да, это сооруженное с опасностями определенными, потому что сейчас мы, к сожалению, это только во время войны все считали, что медиков жалеют. Не жалеют сейчас медиков, не жалеют. Тем более, они хорошая мишень всегда, они малоподвижны, в отличие от обычных бойцов. Мы уже знаем, да, примеры расстрела. Более, более, чем много таких примеров, да. Поэтому этот человек должен не просто уметь вынести человека из поля боя, а еще сделать это с наименьшей опасностью для своей жизни, для жизни того человека, который он выручает. Там есть несколько несложных действий, которые человек опять-таки должен сделать. Не растеряться. И третья часть, мы немножечко расширяем знания парамедиков и фельдшеров, которые на этапе первичной эвакуации работают. То есть мы им преподаем некоторые первичные основы диагностики, медицинской диагностики. Эта программа немножко выходит за рамкой обыкновенной фельдшерской. И, может быть, в обычной мирной жизни в этом бы не было необходимости. Но с учетом того, что медицинская помощь квалифицирована, может быть, достаточно отсрочена, будет совершенно не лишним, если парамедик на поле боя или рядом на этапе эвакуации сможет поставить или сделать выводы о пострадавшем человеке в виде какого-то первичного диагноза. Тем более, что, откровенно говоря, 7-5 дилет на лбу в этом иметь не надо. Я вас уверяю. Ведь это же речь идет не о болезнях, а о ранениях. То есть их квалификациях совершенно. Совершенно верно. Тут все немножечко попроще, проще. Конкретнее, пострашнее, к сожалению. Я добавил бы, в мирной жизни тоже это пригодится. Навыки ДТП, оказать помощь. Жданское расселение в состоянии, когда есть такой уровень самоорганизации, самообразования в медицинском плане, это очень хорошо. Такие курсы только платные. У нас совершенно бесплатно любой желающий может подключиться. Вот я хотел под занавес эфира вынести эту тему, поскольку прозвучало бесплатно. Ну, спрошу, а хорошо, кто финансирует? Смотрите, как в финансировании, как в таком, нет никакой необходимости. Есть, конечно, спонсоры различные. Любое волонтерское движение, самоорганизация, она подразумевает то, что каждый тащит то, что может или выполняет ту часть работы совершенно бесплатно. Кто-то с оружием, кто-то с одеждой. В виде дежурств. Пришли, дежурили 10 человек на кухне. Мы учились варить правильно борщ. У нас повар, он, кстати, один из известных на Востоке поваров. Он у нас когда-то был в батальоне Одесса, а потом его перевели в спецбатальон Шторм. Это наш волонтер, который еще с Майдана с нами в движении. И он настолько там популярный был, что мы его ели, то есть его в одну командировку отправили, его не отдавали. За него там просто драки были. Хороший повар. И у него есть помощники, которые приходят для того, чтобы научиться. Одна из программ подготовки – это полевая кухня. То есть это элементы питания в таких стесненных условиях. Небольшой итог. Итак, медицинская подготовка, умение в полевых условиях готовить солдатскую кашу, умение обращаться с оружием, макет его используется. Еще что? Умение разбить лагерь. Разбить лагерь. Причем там условия, они достаточно напоминают условия на Востоке, потому что там есть и разрушенные элементы городской застройки. И приближенные к реальности. Совершенно верно. Обгоревшие какие-то там. Есть зеленка. То есть можно зеленкой затабориться. Охранять это все дело надо уметь. То есть это достаточно комплексное. Если вот лагерь будет работать так, как мы задумали, достаточно комплексная и серьезная работа. Плюс, если мы подключим, будем в виде профотбора отбирать людей и предлагать им на добровольных началах осваивать. То есть мы видим у кого какие есть навыки или таланты, или склонность к чему-то. Будем предлагать осваивать дефицитные армейские специальности. Роман, Дмитрий, простите, к вам вопрос по поводу все-таки углубления тех программ по направлениям, которые вы реализуете. Ну, есть же разработанные стандарты натовских, ну, по крайней мере, наших западных партнеров теперь уже, пусть неофициально. Они все отгораживаются. Все и Обама там, все вокруг да около. Порошенко так не сказал, да, вы партнер. Вы и так типа, да, мы с вами сотрудничаем. Но, тем не менее, нам помогают нам, по крайней мере, программами, так точно. Медицинские программы как-то используете вы? Ведь это уже наработано, разработано. Не надо изобретать велосипед. Взяли, делаем. Я понял. Значит, используем, но, к сожалению, нам приходится использовать с определенными поправками, значит, на наши реалии. Адаптировать. Адаптировать. Ну, как маленький пример. Например, в странах НАТО в течение последних 20 лет существует такое понятие ИФАК-аптечки, штурмовые аптечки. Это аптечка, в которой нет зеленки, нет спирта. Там лежит 4-8 предметов, необходимых для спасения своей жизни, которые приспособлены аптечкой таким образом, чтобы быстро ей пользоваться. А давайте, кстати, вот скажем, ну, хотя бы несколько. Что там? Обезболивающие? Да, там обязательно противошоковые препараты. Это обезболивающие, да. Там обязательно жгут для остановки кровотечения. Там обязательно тугая повязка, так называемая израильская повязка. Это что? Я вам скажу, значит, чтобы не вдаваться в подробности, на поле боя бинтами не мотают. Вот обыкновенный эластичный бинт, которым вы пользуетесь, это прообраз израильской повязки. Вечно воюющая страна вдруг сообразила, что лучше мотать обычный эластичный гунт. Он дает давление небольшое, с давлением может останавливать даже незначительные артериальные кровотечения, понимаете? Но, значит, концепция хорошая. И союзники у нас, слава богу, да, но они живут не в нашем мире. Чтобы наполнить такую факт аптечку, надо иметь долларов 260 человеку, неподъемные деньги. Но по сути, если понимать, что в нее входит по сути, по задачам, которые она выполняет, то несложно заменить нашими вещами, средствами, которые продаются в обычной аптеке. Но функционал сохранится. Абсолютно, не так красиво. Но функционал совершенно такой же. И, я вам скажу, ничем не уступает той красоте, которая у них присутствует в этом замечательном приборе. Поэтому, как бы, вот это то, что... Ну, полностью опыт их нам не подойдет. К сожалению, слишком разный уровень, вы понимаете. Все это должно быть переработано, да? Я немножко задержу. То есть, как бы, есть своя специфика. Если тупо обезьянничать, то мы сделаем только хуже. Мимикрировать, да. Совершенно верно. Копировать, вот, на-то, круто, давайте мы... А у нас-то подиврак-то. Нужна не красота, да, а эффективность, да. Они же там как? Они же делают или абсолютно без участия пилотов летят, даже беспилотники сбрасывают бомбы, как у Косов было. Или летят на такой высоте, что их даже буками не достанешь. Да, то есть, они максимально не задействуют персонала, они берегут людей. У нас совершенно другая война с другим врагом, который страшен, который кровожаден. Мы видим, как, к сожалению, гибнут еще наши ребята, как они страдают. В госпиталях это ужасные раны. Смотреть на это просто ужасно, страшно, моторошно. И уж тем более, тем более готовить, соответственно, медицинский уровень надо должным образом. Но врач, который умеет уже оказывать такую помощь, который тащит на себе бойца, он все-таки должен уметь отстреливаться, да, у него где-то там будет оружие или нет? Я бы сказал наоборот. Каждый боец должен уметь оказать первую медицинскую помощь себе и эвакуировать раненого товарища, при этом тоже оказав ему восстановить кровотечение и первую медицинскую помощь. Вот эти аптечки, о которых он говорит на Атласской, они разработаны так, что их раненый боец одной рукой может скрыть и в другой руке держит оружие, а одной рукой себе наложить и оказать себе помощь. Ну все, да, а вот тогда как же этих бойцов готовить вот в пределах пятой станции фонтана порох-то надо понюхать? Есть какие-то рейды, где-то этот полигон существует? У нас есть несколько учебных точек, которые несут различные задачи, на которых выполняются различные задачи, в том числе есть полевая точка, это 9 гектаров земли огороженных, мы договорились с хозяевами, это замороженная, скажем, территория, на которой хотели строить в будущем какой-то коттеджный городок и так далее. То есть территория охраняемая, 1 КП, построенных лиц нет. Мы ее используем для рейдов, то есть туда выходит на сутки, на двое, на трое максимум. Это за Одессой, да? Да, это за городом. И вторая группа заходит туда, допустим, отрабатывает задачи, либо засада на них работает по засадам, либо там любые другие, то есть там сценарии различные есть. Кроме того, для ребят, которые прошли базовый курс подготовки и в дальнейшем собираются осваивать любые воинские специальности, мы совместно с спецбаталлёном «Шторм» есть такая инициатива, мы выезжаем на полигон, проводим стрельбы боевые. Мы видим, что люди уже готовы к этому, прошли первоначальную подготовку, уровень безопасности соответствует, мы приезжаем, производим боевые стрельбы. Я скажу, что вот пять обычных пацанов с Одессы начали заниматься в феврале месяце с вами. Уже в начале лета их приглашали как инструкторов для тренировки батальона «Азов» в Западной Украине. Более того, они совершенствовались настолько, что их приглашали сейчас, буквально месяц назад, они ездили во Львов, пять человек, тренировали аэромобильную бригаду львовскую, не хватает специалистов. Вот как. С обычных одесситов получились инструкторы. Да, то есть это обычные ребята, которые захотели пройти этот курс подготовки, они уже стали спецами. Сколько с февраля, да, вы говорите? Да, но они достаточно серьезно занимались, бросили все и ушли в это за головой. Какой контингент сейчас обучается у вас? Кто эти люди? Это молодые ребята, там, 16-18. Все желающие. Значит, контингент, возраст, ну, вы понимаете, 16 лет, наверное, это маловато были, чтобы людей к такому привыкать. Ну, это где-то от 18 до 60 лет. Есть товарищи, которым 60 и не меньше. И, между прочим, не худшие ученики, да, вот как оказалось. То есть, как бы, не возраст сидела, да. К тому же, ну, что я могу сказать о медицинской подготовке? Она в какой-то мере позволяет выявить людей, отделить друг от друга. Не секрет, что есть люди, которые способны воевать, способны на риск, а есть люди, которые не способны. Это не значит, что они бесполезны. Ну, слушайте, кому-то надо готовить пищу, да? Правильно, да? Но есть внутренняя склонность. Ну, например, та служба, которой я занимаюсь, значит, я сразу через два занятия понимаю, кто из них не боится крови. Кто будет Рэмбо, а кто будет... Ну, в моей отрасли, значит. Они ходят в больницы у нас немножко, поддежуривают желающие, в такие экстремальные больницы города Одесса. Тут спасибо Константину Ильичу Полуплелову. Это заведующая 11-я больница ГКБ, которая, ну, разрешает туда приходить нашим курсантам. Таким образом, мы делаем небольшую сегрегацию и надеемся через какое-то время из всей массы людей, которым мы никому не отказываем, выделить небольшую группу людей, которые реально будут работать боевыми парамедиками. Да, от них будет настоящая помощь. Ну, чем больше это сито, тем больше людей мы выделим. И под занавес все-таки о самом патриотическом воспитании. Ведь как идейный этот лагерь, он и был задуман, и реализовался теперь уже. Но само воспитание, как оно проводится и проводится ли вообще. Вот в Савдебовской армии там были замполиты, да? Да, более-менее. Есть ли что-то подобное? Ну, и это было оправдано, да, идейная направленность? У нас нету таких людей, скажем, ну, вернее, есть, но на самом деле лучше привлекать профессионалов или работать с ними. То есть мы приглашаем туда и историков, и различного рода тех, кто занимается, да, там, направлением. То есть должна быть пропаганда в любом случае какая-то правильная. Здоровая пропаганда, да. Совершенно верно. И вот буквально на днях у нас были переговоры с одной школой, там учителя с инициативой к нам вышли, они просят детей, чтобы мы централизованы. То есть, если надо, они дают специалисты, если нет, мы даем с своей стороны. Они привозят детей, мы там им показываем, рассказываем оружие, полевая кухня, все это им интересно. Они могут залезть на Бердем, там, покататься, окунуться в эту атмосферу. И я смотрю, что, да, у детей есть потребность к этому, к символике. Они прибегают на переменах с тайками, просят там ленточки желтоблокитные, все. Для них это становится модно, как-то вот, несмотря на то, что их там, может, где-то учителя ругают, что это вот не надо показушистом таким заниматься. Но я вижу, что у молодежи, у детей вот появилась такая, у нас всегда была национальная идея беда в Украине. А сейчас звездочка такая зажлась в молодежи. Вот эта звездочка, вот куда они идут, это совершенно правильно, правильно, вот, кажется, тут дорогого стоит. И это очень здорово. Вы знаете, я вспоминаю все время, когда речь идет о украинском патриотизме, теперь о том, как объединилась страна, как она возродилась в своем таком идейном восприятии. Словак Гёте, который, ну, он вложил в устами Фистофеля, который, представляясь Фаусту, сказал, что «Я сила та, кто бесчисла, творит добро, всему желая зла». Конечно, зло, которое пришло в нашу страну через войну, эти инициативы, да, можно говорить открыто, лидеры соседней страны, да, это инициативы Путина по дестабилизации нашей страны, они привели к тому, что страна, произошло обратный эффект, от зла мы обратились вот в единение, в такое сплочение, да, как поднялась национальная идея, действительно, любовь к символике, к патриотизму, как это на идейном высоком уровне стало популярным, и в этом заслуга, ну, конечно, это не заслуга зла, которое пришло, но оно дало толчок, и заслуга всех нас, и в том числе и вас, как организаторов, и работников СМИ, в том числе в популяризации этой идеи, патриотической идеи, которой все мы здесь живем. Ну, может быть, Дмитрий, ваше пожелание к нашим будущим волонтерам, прежде всего, когда они идут к вам, а о чем они должны помнить в первую очередь? В первую очередь? Они хотят что? Ну, что они хотят? Люди должны хотеть оказать помощь, чтобы принести пользу, понимаете? То есть, если они видят себя медиками, ну, слава богу, ради бога, вот важно здесь желание. Ну, есть категория людей, которые, как бы, для себя внутренне отметиться приходят, ну, понятно, да? То есть, человек хочет себя проявить, он набирает то, что там 6-5-5, да, отправляет 5 рублей. Тут несколько надо другие усилия, выходящие за рамки таких простых вещей, да? И он должен быть готов к этим усилиям для того, чтобы реально принести пользу, а не для себя, да, внутри в душе отметиться. А по поводу чего вы сказали? Я вам скажу, конечно, нас сплотили, внешние обстоятельства, но надо понимать, что это кредит, кредит доверия. Потому что, если власть, я, вы простите, тема не тема, если власть сейчас не предпринят шагов, по которому вот эта вся гопота с прокуратур, судебные, кто там еще, с этих баблоприемников, не пойдут стадами оттуда, то этот кредит доверия быстро закончится, понимаете? И люди уйдут на кухню, на кухню, в смысле, что было, что есть, одно и то же. На кухне, может быть, в советские времена, помните, когда сидят за столом. Но вы знаете, мне кажется, что они не вернутся, люди пойдут не на кухню, после всего уже пережитого, люди пойдут в те самые, как вы говорите, баблоприемники, и заниматься люстрацией, которая уже проходит. Это одна из сквозных тем, топ-тем наших эфиров, люстрации, о ней мы еще будем говорить. Говорить, но это уже в других программах, в следующих эфирах. Ну а сегодня в нашей студии были руководитель и врач-инструктор военно-патриотического лагеря «Укроп» Руслан Форостяк и Дмитрий Журавлев. Спасибо, что пришли. Я надеюсь, что этот лагерь, который в Одессе создан на таких уникальных военно-патриотических началах, уже спродуцирует новых людей, новое настроение у этих людей, которые готовы не просто помогать друг другу, а защищать свою страну на 10 баллов. Мы победим. До свидания. Спасибо.